Если перед вами стоит задача выйти на качественно другой финансовый уровень вашей жизни, преодолеть стеклянный потолок, как часто образно говорят мои клиенты, то тогда это видео для вас. В этом коротком видео я хочу рассказать, почему для многих из нас финансы становятся источником постоянного стресса, головной боли, напряжения, такого бега по кругу, причем их постоянно не хватает. И главное, что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Здравствуйте, меня зовут Олла Литвинов, мне 52 года, я давно живу не в России, у меня своя клиника гипнотерапии, я живу в Монако со своей семьей. Если вы хотите узнать больше о моем пути, биографии, опыте, работе, отзывах клиентов, то где-то здесь, рядом с этим видео, будут ссылки на мои каналы, на мой веб-сайт, где можете узнать об этом подробнее. А сейчас я хочу вернуться к нашей теме и поговорить о том, как и почему для многих из нас финансы становятся источником постоянного стресса, постоянного напряжения, постоянной работы, при этом результаты, которые не дают нам выйти на новый, качественно другой уровень жизни. Ну и главное, конечно, что с этим можно сделать. Начну с того, что последние исследования израильских ученых показали, что серийные успешные предприниматели принимают свои решения в 80% случаев, основываясь на интуиции. Да, именно так. Не на знаниях, не на анализе, многие из них не ходили в бизнес-школы, а именно на основе интуиции. Именно интуиция показывает им, где быть, в каком месте, с кем работать, с кем не работать, с кого принимать на работу, какой проект осуществлять, куда инвестировать и куда не инвестировать. Итак, давайте поговорим об интуиции, потому что интуиция играет такую, оказывается, важную роль в нашем успехе, в том числе и в финансовом успехе. Итак, интуиция есть у каждого из нас, я думаю, что вы с этим согласитесь. Даже если вы не отдаёте ей пока какого-то серьёзного значения и влияния, или, может быть, считаете, что она у вас не так развита, но, тем не менее, я, безусловно, думаю, что вы знаете и даже видели её проявление. Ну, предположим, когда вдруг обернувшись, увидели, что на вас кто-то пристально смотрит. Или, допустим, в какой-то момент внимания, обратив, вдруг вас посещает такой момент «ага», и вдруг какая-то ситуация открывается для вас совершенно в новом свете, в новом виде, и вы смотрите на неё новым взглядом. И явно это знание, это открытие пришло к вам не через аналитический ум. Итак, где же находится наша интуиция? И если она так важна и нужна нам в нашем финансовом успехе, то как же её развить? Так вот, интуиция, которая есть у каждого из нас, она особенно обостряется, когда мы испытываем состояние такой лёгкости, доверия, доверия тому, что вокруг нас происходит что-то хорошее, что ими непременно будет развернётся в наших интересах. Когда мы чувствуем себя внутри безопасно, когда мы чувствуем себя спокойно, тогда мы смотрим на окружающий нас мир с интересом, с любопытством, с открытием, и он открывается нам разными гранями. И тогда мы под влиянием вот этого состояния покоя, мы можем сделать что-то спонтанное, мы можем спонтанно заговорить с каким-то человеком, и тогда кто-то скажет, «Боже мой, это было случайное счастливое совпадение», а это на самом деле ваша интуиция, которая реализуется в этих сценариях. Счастливое совпадение – это не что иное, как работа нашей интуиции. Мы оказываемся там, где мы должны быть, мы заговариваем с теми, с кем нам предназначено было заговорить. Но только когда мы находимся в этом состоянии, в состоянии безопасности, открытия, открытости, доверия, любопытства к тому, что окружает нас. Я долго изучала вопрос о том, что есть ли в нашем организме, есть ли в нашем физиологии органы, которые специально отвечают за это состояние. Я изучала древние традиции, я изучала последние исследования в области медицины, физиологии, нейрофизиологии. И, наконец, когда я познакомилась с теорией Стивена Порджеса, теорией множественности блуждающего нерва или поливагонсири, то тогда все стало на свои места. Именно в этой теории Стивен объясняет нам, когда и в каких ситуациях мы можем чувствовать себя безопасно, спокойно, доверять, быть открытыми, когда отношения вокруг нас складываются легко, без усилий, когда мы можем сделать что-то спонтанно, когда люди начинают нас называть магнитичными и харизматичными, потому что чувствуют эту энергию от нас. Так вот, за это состояние отвечают пять нервов. Самый ключевой и важный из них – это блуждающий нерв. Это нерв, который самый ключевой в нашей нервной системе и самый длинный. Он связывает ключевые органы, он отвечает за связь между сердцем и нашим мозгом. А ведь что такое интуитивное знание? Это интуитивное знание, которое мы можем чувствовать нашим сердцем. Итак, эти пять нервов, из них, которые вагус нерв или блуждающий нерв, самый ключевой, отвечают за наше состояние, когда мы чувствуем доверие, мы чувствуем безопасность, мы чувствуем комфорт, мы чувствуем любопытство, мы чувствуем спокойствие. Далее Стивен Порджиус объясняет нам, что у нас есть и другие состояния нервной системы, и мы не можем находиться в каждом из них одновременно. Что эти состояния включаются в зависимости тех обстоятельств, в которых мы находимся? Ведь могут быть обстоятельства, которые могут потребовать нашей реакции, напряжения, стресса, каких-то решительных действий. И тогда он назвал это второе состояние, состояние мобилизации со страхом. В этом состоянии наша интуиция не раскрывается. Нам надо прилагать максимум аналитических усилий, чтобы разрешить какую-то ситуацию. А далее Стивен Порджиус впервые за тысячелетия, которые мы знаем о блуждающем нерве, сказал о том, что у нас есть и третье состояние нервной системы. И в это состояние мы переходим часто, когда мы чрезмерно испытываем стресс. И тогда это состояние он назвал состоянием иммобилизации со страхом. В этом состоянии мы замыкаемся в себе, мы закрываемся. Мы по-прежнему можем решать какие-то вопросы аналитические, но мы буквально выстраиваем вокруг своего сердца такую защиту. В этом состоянии мы не можем испытывать интуицию. Мы наоборот испытываем сомнения, мы видим какие-то злые умыслы, мы столковываем действия других людей в каких-то негативных сценариях. Теперь вы понимаете, что в нашем организме есть конкретные органы, в частности, пять нервов, которые отвечают за наше состояние безопасности, доверия, интереса, любопытства, которые раскрывают нашу интуицию, которые дают ей возможность выйти на поверхность. И тогда она позволяет нам создавать вот эти случайные события. А теперь представьте, если вы имеете дело с человеком, который чувствует себя так, чувствует себя легко, чувствует интерес к вам, чувствует доверие, вы чувствуете доверие, которое исходит от него, вы чувствуете вот такую легкую спонтанность. Как вы думаете, вы будете сотрудничать с этим человеком? Может быть, возьмете его на работу, если это ваша компетенция? А может быть, станете его клиентом? Именно интуиция помогает нам в отношениях. А как можно разделить финансовый успех и качество наших отношений? Они идут в рука в руку. Так почему же наш блуждающий нерв может быть неактивирован? Стивен Порджес отвечает на этот вопрос. В этом коротком видео у меня нет возможности рассказать о всех деталях. Но в частности, одна из основных причин состоит в том, что когда мы попадаем в ситуацию перманентного стресса, постепенно-постепенно он накапливается, что приводит к тому, что мы переходим в постоянное состояние такой закрытости. Мы как бы экономим свои силы. Мы начинаем жить только головой. Мы закрываем сердце. Вагус нерв отключается, пока мы ему не поможем. И тогда мы начинаем перманентно жить в состоянии стресса, в состоянии усталости, в состоянии стресса, усталости или вместе. В этом состоянии нашей интуиции невозможно проявиться. Из этого состояния нам не выйти на другой качественный уровень. Теперь вы знаете ответ. Ваша дорога на новый качественный, другой финансовый уровень состоит в том, чтобы перейти в состояние активного блуждающего нерва, почувствовать себя безопасно, свободно, легко, видеть возможности и открыть себя им. Смотреть на ситуацию, на людей, на события, на новые возможности другими глазами. Как активировать свой блуждающий нерв? Стивен Порджес не ответил нам на этот вопрос, он ученый. Зато за ним последовали большое количество практиков, профессионалов, которые смотрели на Вагус нерв с различных точек зрения. И многие из этих точек зрения интересны. Я постаралась в своем методе объединить многие из них с тем, чтобы они дали максимальный результат в минимальные сроки. И все мои клиенты начинают испытывать позитивные изменения уже в первые дни после применения еще пока только базовых техник активации блуждающего нерва. Теперь у вас есть ответ, как выйти на другой финансовый уровень. И вы можете двигаться по этому пути самостоятельно. Но если вы больше не хотите терять ни минуты, если вы хотите сделать этот шаг, раскрытие себя, раскрытие своего потенциала, если вы хотите почувствовать этот вкус силы и ветер в спину, и легкость от достижения новых результатов, то тогда я приглашаю вас на звонок. Звонок длится час, кажется много, но на самом деле никогда не хватает времени. И мы будем говорить только о вас и о том, как активировать ваши восстающие нервы. Я приглашаю вас на звонок. Заполните, пожалуйста, анкету. Она поможет мне подготовиться к нашей встрече. Регистрируйтесь на звонок. И я с нетерпением жду нашей встречи.